Всем привет, мои хорошие! Меня зовут Елена Галанта, я неизменно рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у меня видео, точнее это уже вторая часть моего видео про покупки на Black Friday. Как вы знаете, непосредственно в Черную Пятницу я сняла видео, в котором рассказала про самые интересные и достойные находки. И естественно, я соблазнилась и на покупки для себя. В этом видео я вам расскажу про три покупки и покажу три готовых образа. Как всегда в моих видео, не просто покупки, а готовые образы к употреблению. Это будут два образа на более теплую зиму, скажем так, и один образ на настоящую холодную зиму. Так что дальше будет много всего полезного, оставайтесь со мной. Итак, мой образ номер один, мое любимое сочетание черного и красного. Очень контрастное, очень яркое сочетание для тех, кто не боится быть замеченной. В этом образе я вам покажу туфли, которые я купила на Юкс. Как я вам уже рассказывала, Юкс это один из моих самых любимых магазинов для того, чтобы в первую очередь покупать качественную итальянскую обувь по самым возможным минимальным ценам. В этот раз я выбрала Flat Forms, так называемые туфли на плоской, но очень-очень широкой платформе. У меня уже была такая обувь, то есть я прекрасно знаю, что ходить в ней, сразу предупреждать, не очень удобно. И когда я ее получила и надела, слава богу, размер true to size, то есть размер в размер, но у меня было ощущение, что мне будет тяжело в ней ходить. Но стоило мне расходиться буквально пару метров в одну сторону, пару метров в другую сторону. Я поняла, что это станет моей любимой парой обуви, пока еще не выпал снег и можно ходить в туфлях. Итак, я оставляю на эту пару обуви ссылку в инфобоксе и опять подчеркиваю, потому что хочу сделать здесь акцент. Если вы не уверены в своей походке, если вы часто спотыкаетесь, часто падаете, не покупайте себе подобные туфли. Дело в том, что они достаточно-таки нестабильные, их может носить только молодая девушка, которая или занималась спортом, или имеет как минимум хорошую координацию движений. В любом случае я оставляю на них ссылку и подберу для вас несколько похожих пар на другом магазине, если вы вдруг заинтересуетесь подобной обувью. Кстати, изначально на Юкс я отложила в Dreambox и хотела себе купить пару обуви итальянского бренда Paloma Varchelo. Очень мне нравится этот бренд, очень мне нравится необычный дизайн, но, честно говоря, я не нашла идеального цветового сочетания в этих туфлях, поэтому пришлось переключиться на ту пару, которую я, в общем-то, и купила. Еще один момент хочу проговорить про этот образ. Дело в том, что если девушка в этом образе зайдет в помещение и снимет пальто, шарф и берет, то, в принципе, на ней остается только полностью черный образ с кюлотами и черными колготками и одним интересным акцентом в виде этой обуви. Как по мне, то не хватает интересного яркого акцента в верхней части, и мне бы очень хотелось в этом образе добавить яркие красные геометричные сережки, что-то в этом роде, потому что тогда именно будет создаваться эффект замкнутой рамки. То есть есть красный небольшой, не сильный, но красный акцент в районе лица и точно такой же красный акцент в районе туфель. Мне кажется, вот тогда образ будет абсолютно идеальным и законченным. В любом случае, смотрим мой образ номер один. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мой образ номер два будет полностью построен вокруг необычного, невероятного кроя пальто от бренда Asos. Я про это пальто вам рассказывала в своем видео про лучшие находки на Черную пятницу, и еще в том видео я сказала, что точно его себе куплю. Еле успела, потому что буквально на следующий день оно уже стало out of stock, то есть его всего раскупили. Я все равно оставлю ссылку на это пальто. Обязательно кликните и рассмотрите его в деталях. Это просто что-то невероятное. Тем более, во-первых, его могут дошить, и оно может стать ресток, то есть оно может снова появиться в наличии. Во-вторых, я знаю, что среди вас много тех, которые любят себе шить пальто на заказ или могут сами себе пошить подобное пальто. Поэтому обязательно подумайте на эту тему, потому что пальто выглядит невероятно. И сразу в этом месте я хочу вас попросить прощения за то, что оно не будет выглажено. Дело в том, что утром, когда я стала собираться на съемку, я обнаружила, что мой утюг поломался. К сожалению, переносить съемку или отказываться я уже не могла, поэтому получилось, как получилось. Но я очень надеюсь, что вы мне простите этот мой маленький недостаток и будете смотреть на видео, на мой образ, сделав скидку на маленький этот недостаток. Кроме этого, весь образ построен, кроме интересного пальто, еще и на необычном цветовом сочетании глубоких темных осенних зимних тонов. Если вам нравится это сочетание, я для вас подобрала подобное пальто, но в обычном крое, точно такого же бутылочного оттенка. То есть, если вам понравилось цветовое сочетание, открывайте инфобокс и смотрите, какие другие пальто вы можете себе приобрести для того, чтобы создать подобный образ. А, и кроме этого, если вам нравится идея statement sleeves, то есть рукавов, которые привлекают внимание, которые выглядят совершенно необычно, Я для вас подобрала похожее пальто с яркими и необычными рукавами, но в других цветах, так что открывайте инфобокс и смотрите, что именно я там для вас приготовила. И, кстати, в этом же образе мои чулки ботильоны, которые я ношу неизменно, каждый второй, каждый третий свой образ. Вообще, я считаю, что это одна из самых удачных покупок на эту осень, зиму. Это абсолютно универсальная пара обуви. Я уже повторяла это вам неоднократно, но просто хочу подчеркнуть и обратить ваше внимание, насколько удачно эта пара обуви вписывается в большинство моих образов. Субтитры создавал DimaTorzok И мой образ номер 3. Честно признаться, эту шубу H&M я купила не на Черную Пятницу, а немного раньше, но я вам ее еще не презентовала, я вам ее еще не показывала, зная, что прошлое мое видео было полностью посвящено искусственным шубам. И я заявила в этом видео о том, что купила себе эту огромнейшую, теплейшую шубу H&M, и вы просили показать, как она выглядит на человеке, на модели, то есть на мне. Поэтому третий образ в этом видео будет с этой невероятной, теплой, огромнейшей шубой, которая немного по своим ощущениям похожа на лисью шубу, по крайней мере, ощущение и плотность меха точно такая же, как плотность меха у лисы. Насколько я знаю, эта шубка уже везде out of stock, но я все равно оставляю на нее ссылку. Во-первых, ее могут пополнить, а во-вторых, если, возможно, где-то в вашем районе есть магазин H&M, то обязательно туда загляните. Возможно, она все еще есть в наличии в вашем размере. Кстати, я ее купила на размер меньше, чем я ношу в H&M, то есть я ее купила в размере XS, и, как вы видите, она отлично на мне смотрится. Я изначально боялась слишком oversize эффекта, поэтому взяла на размер меньше и очень довольна. В любом случае даже большой объемный свитер помещается под нее, но я уверена, что у меня не будет такой необходимости, потому что, как я уже повторяла не один раз в этом видео, мех у этой шубы очень теплый. И еще одно объяснение, наверняка вы будете искать ссылку на эту шапку, наверняка она вызовет у вас некоторые спорные ощущения, но сразу рассказываю, это шапка, которую мне связала моя мама, я ее очень люблю, поэтому будьте аккуратны с комментариями по поводу этой шапки. Я попробую вам найти что-то похожее, по крайней мере, такую же объемную шапку в этом же оттенке. Не уверена, что у меня это получится, но вы в любом случае смотрите инфобокс. Субтитры сделал DimaTorzok Все, я вам показала свои покупки и рассказала про их размерность. Если у вас остались вопросы, открывайте инфобокс, я постараюсь все необходимое для совершения покупок описать в инфобоксе, если я вдруг это не проговорила в самом виде. Я очень надеюсь, что мои образы вдохновят вас на то, чтобы попробовать что-то новое, для того, чтобы открыть свой гардероб и заново посмотреть на свои старые вещи, которые там висят, или, возможно, приобрести новые вещи. А я буду с вами прощаться, спасибо, что смотрели это видео, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем хорошего настроения и солнечного дня! Субтитры сделал DimaTorzok